Здравствуй, мой дорогой читатель. Как ты знаешь, на сегодняшний день мы чрезвычайно часто слышим упоминания таких терминов, как здоровый образ жизни и здоровое питание. К сожалению, чем дальше, тем больше эти термины становятся полной бессмыслицей, путаницей и объектом спекуляции огромного количества организаций. Индустрия пищевой промышленности, индустрия красоты, фитнес-индустрия, компании, производящие биодобавки, фармакологические компании, всевозможные интернет-порталы, школы, курсы и блоги — все, кому не лень, делают прибыль на том, что среднестатистический житель нашей планеты понятия не имеет, что такое здоровое питание и при чем тут вообще здоровье. Ситуация порой доходит до того, что даже врачи-клиницисты, успешно позабыв все те фундаментальные знания, которые они получали в начале своего пути, покупаются на маркетинговые уловки производителей очередного волшебного продукта, обещающего пользу и здоровье. И в итоге они делают бессмысленные назначения пациентам, вынуждая тех впустую тратить время и деньги, а иногда и сами становятся жертвами такого вот незамысловатого маркетинга. Как человека, который нередко смотрит на мир через призму клинического мышления и пытается рационально оценивать окружающую действительность, анализируя сложившуюся ситуацию со всеми ее составляющими, меня это все, конечно же, несколько обескураживает. Почему? Итак, у нас с тобой есть понятие здоровое питание. Подразумевается, что слово здоровое в данном контексте означает тот факт, что такое питание должно помогать улучшать состояние здоровья, ну или хотя бы, хотя бы не должно способствовать развитию любых заболеваний и нежелательных состояний. Однако, так ли это на самом деле? Заходя вперед, скажу, что, к сожалению, нет. Увы, но с каждым следующим годом я все больше и больше прихожу к тому, что понятие здорового питания — это навязанный стереотип, реальная сущность которого крайне размыта и неоднозначно. Ведь действительно здоровым или нездоровым может быть не само питание конкретного человека, а отношение человека к своему питанию, иными словами его пищевое поведение. Но! А как же полезные и вредные продукты? Как же холестерин? Как же инсулинорезистентность? Аутоиммунные заболевания и многое другое? Спросишь меня ты. Разве питание здесь ни при чем? Ага, об этом и поговорим. Возможно, перед тем, как включить это видео, листая инстаграм и выискивая информацию на тему здорового питания, ты внимательно и сосредоточенно читала что-нибудь такое про цинк, селен, витамин D, клетчатку, пластиковую посуду и микроволновые печи. А может быть, ты выискивала ценнейшую информацию о том, как кофе вымывает из организма кальций и не дает усваиваться железу. Как хлорофилл выводит из организма токсины и улучшает иммунитет. А куркумин оказывает мощный противовоспалительный эффект, снижает боль в суставах и продлевает жизнь. Что ж, ну если это действительно так, то к большой радости производителей всякой всячины ты очень успешно реализуешь ту бизнес-модель, которая существует лишь для одной цели. Заработать на неосведомленности. Твоей и еще многих-многих людей. На дворе 2021 год. Мы с тобой живем в постиндустриальном обществе, для которого характерна очень-очень высокая производительность труда. Производство продуктов питания на сегодняшний день стало катастрофически дешевым. В чем причина? В банальном совершенствовании пищевой промышленности, начиная от выращивания овощей, фруктов, злаков и животных, конечно же, заканчивая помещением конечных продуктов на прилавке магазинов или кухни, кафе и ресторанов. И знаешь, большой бизнес долго не может терпеть того, что ты идешь в магазин и покупаешь там пачку макарон или килограмм картошки за 40 рублей. Это невыгодно, это никому не интересно. Так на тебе много не заработаешь. Поэтому надо что? Правильно, продать тебе эти макароны за 500 рублей, а лучше за 700. Но ведь так просто не продашь, верно? Тебе нужна определенная мотивация, чтобы потратить 700 рублей на макароны. Это немалая сумма. Поэтому тебе, листающий сейчас ленту инстаграма и читающий посты биохакеров, натуропатов, нутрициологов, представителей превентейдж и прочих любителей делать детоксы и кричать в подушку, нужно внушить, что пакет овсянки за 30 рублей из обычного супермаркета это вообще ни разу не здоровая овсянка. В тебя нужно вселить уверенность в том, что есть место, где ты можешь купить настоящую, здоровую, правильную, полезную, органическую био-овсянку. То есть главная задача – продать. И под это работает цепь из нескольких звеньев, каждый из которых вносит свой вклад в то, чтобы убеждать тебя в необходимости делать выбор в сторону более дорогостоящего продукта. Лаборатории, которые намеренно проводят предвзятые исследования, чтобы предоставить результаты экспертизы, подтверждающие особую пользу био-овсянки. Специалисты, избирательно интерпретирующие результаты этих исследований и представляющие их таким образом, чтобы этот продукт выглядел более привлекательным для потребителя. Пищевые технологи, маркетологи и многие-многие другие – все они делают свою работу так, чтобы у тебя, да, именно у тебя, появилось желание перестать покупать обычные дешевые продукты и стать потребителем органик, нейчурал, экстра-спешал, ноу-глютен, лактос-фри, unbelievable гречка. Это не просто гречка, это гречка, которая росла на эко-полях под круглосуточное звучание великих произведений композиторов 17, 18 и 19 века. Сертифицированные массажисты дважды в сутки массировали ее колоссия, и теперь она обладает положительной биоэнергетикой и поможет тебе победить старение, стать красивее и обратить вспять какое-нибудь аутоиммунное заболевание. Теперь ты понимаешь, да? Это большой бизнес. Это отлаженный механизм, благодаря которому ты тратишь на еду не одну десятую своей заработной платы, как положено, а одну четвертую, одну треть или даже больше. И неудивительно, что под этим всем нет ни грамма науки, под этим всем нет достоверных клинических исследований, этого нет ни в одних международных клинических рекомендациях по питанию или лечению каких-либо заболеваний и состояний. Ты можешь сказать, что это все хорошо для здоровых людей, да? Но есть же и больные люди. Разумеется, есть и больные люди. Есть люди с глютеновой энтеропатией, известной тебе как целиакия, заболевание, которое проявляется в непереносимости глютена и демонстрирует очень яркую симптоматику в виде боли в желудочно-кишечном тракте и диареи при употреблении в пищу глютен-содержащих продуктов. Но это заболевание встречается менее чем у 1% популяции. Да, возможно, ты слышал о так называемой скрытой или латентной целиакии, которая никак себя не проявляет, но на самом деле она есть. И это, моя дорогая, примерно то же самое, что и история про биоовсянку. Ведь по-настоящему достоверных научных данных, подкрепленных авторитетными исследованиями, доказывающими существование скрытой целиакии, не существует. Тем не менее, большинство людей об этом не знает, и поэтому легко покупается на весь тот псевдонаучный информационный поток, который льется изо всех источников, заинтересованных в покупке тобой безглютеновой продукции. Которая, кстати, несколько раз дороже обычных продуктов. И это касается не только глютена, я привел лишь один из самых популярных примеров. Это касается почти всего, что относят к категории здоровое питание. Почти всех продуктов, которые обогащены чем-то полезным, или лишены чего-то вредного в составе. Науки под этим нет. Доказательной медицины под этим нет. Достоверных контролируемых исследований, которые сравнивали бы органические и неорганические продукты, и доказывали бы, что люди, которые употребляют в пищу только био и органик, живут дольше, чувствуют себя лучше, болеют реже или имеют более высокое качество жизни? Нет. Более того, есть очень редкие исследования, которые реально доказывали бы пользу какого-либо типа питания. Чуть ли не единственной диетой, показавшей себя в исследованиях положительно, является так называемая средиземноморская диета. Возможно, ты слышал. Она подразумевает, что основу рациона составляют фрукты, овощи, рыбы и морепродукты, орехи, крупы, злаки, бобовые культуры, растительные масла и так далее. Кстати, алкоголь она также подразумевает. Так вот, этот тип питания рекомендуется даже American Heart Association, то есть Американской Ассоциации Сердца, очень авторитетной международной организацией. Но, но, всегда есть но. Даже к дизайну этих исследований по этой диете есть масса вопросов. Но самое главное, то, что средиземноморская диета подразумевает не простое употребление в пищу уже упомянутых мной продуктов, а употребление их в определенном количестве. То есть, она подразумевает ограничение калорийности рациона, которое при соблюдении человеком этой диеты приведет его к снижению избыточной массы тела, а значит и к снижению кардиоваскулярных рисков. О чем это должно тебе сказать? Правильно. Гораздо важнее не то, что ты ешь, а то, сколько ты ешь. Ведь переедать можно любой едой, и набирать жир можно также от любой еды, если она потребляется в избытке. Даже если это биоовсянка, семена чиа, масло гхи или итальянская органик-паста без глютена. Так что все эти пресловутые рекомендации из Инстаграма и прочих социальных сетей по поводу сахара, глютена, лактозы, красного мяса, аутоиммунных протоколов, чудо действенных китайских трав и бадов сайхерба по промокоду, волшебных витаминов, антиоксидантов и многого другого напоминают слова детсадовского воспитателя о том, что суп очень полезен для желудка, потому что он жидкий и горячий. Или бабушку, которая убеждает тебя добавить масло в кашу, потому что это очень полезно. Почему полезно? Для чего полезно? Не ясно. Увы, но ни суп, ни масло, ни что-либо другое не продлевают жизнь как-то более эффективно, чем любая другая еда, содержащая питательные вещества. Ни суп, ни масло, ни биомакароны за 700 рублей, ни хлорофилл, ни куркумин не лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, не укрепляют иммунитет, не снижают артериальное давление, не уменьшают бляшки в артериях и чистоту сердечно-сосудистых событий. Кстати, куркумин – это вообще отдельный прикол. Чего только про него не пишут. Он, конечно, чрезвычайно полезен, укрепляет иммунитет, улучшает работу мозга, снижает холестерин, продлевает жизнь и многое-многое другое. И очень часто публикации о куркумине подкрепляются ссылками на исследования, размещенные на агрегаторе, который называется PubMed. Если ты в теме, то знаешь, что это такое, а если нет, то знай. PubMed – это такой сайт, куда публикуются результаты вообще всех исследований. Независимо от их достоверности, то есть масштаба, выборки, дизайна, конфликта интересов и так далее. Это означает, что там могут быть как очень авторитетные исследования, так и абсолютно бестолковые и неправдоподобные. И если мы с тобой совсем немножечко напряжемся и решим проверить, то окажется, что достоверных подтверждений хоть какой-либо пользы куркумина для организма, к сожалению, нет. Зато авторитетные исследования, доказывающие отсутствие какого-либо положительного эффекта куркумина на здоровье, есть. Кстати, интересно, что одним из основоположников этого хайпа по куркумину был доктор Барат Агравал, американский биохимик индийского происхождения. Он был профессором отделения клинической иммунологии, биоиммунотерапии и экспериментальной терапии онкологического центра Андерсона Техасского университета в Хьюстоне. Так вот, доктор Агравал активно продвигал куркумин и его полезные для здоровья свойства, подкрепляя свои слова результатами клинических испытаний, которые он проводил вместе со своей командой. Но в какой-то момент у некоторых людей возникли сомнения насчет достоверности всех тех данных, которые предоставлял доктор. И результаты этих испытаний решили перепроверить. Что в итоге? А в итоге на сегодняшний день отозвано уже 19 научных публикаций доктора по куркумину, так как в них была обнаружена фальсификация полученных в ходе экспериментов данных и они были признаны негодными. Агравал манипулировал данными, чтобы подтвердить, транслируя им в массы точку зрения. И как потом оказалось, с 2004 года доктор является совладельцем компании, производящей куркуму и различные биодобавки и продукты на ее основе. Занавес. И если мы начнем досконально проверять вот эту обещанную пользу различных специфических продуктов и биодобавок, мы будем натыкаться примерно на такие же истории, где присутствует конфликт интересов, где не проводилось нормальных контролируемых исследований, где доказательство эффективности чего-либо сводится к тому, что соседка сверху принимает это уже 10 лет и ей помогает. Или, а вот я уже пью это 2 месяца и реально чувствую эффект. Разумеется, все это не может служить достоверным критерием оценки. И правда в том, что в большинстве случаев понятие здоровое питание это фикция, используемая для повышения продаж. Правда в том, что самые обычные макароны за 40 рублей влияют на твое здоровье и на твою фигуру точно так же, как элитные макароны за 700 рублей. Обычный дешевый геркулес целлофановой упаковки без опознавательных знаков с точки зрения влияния на здоровье и качество тела ничем, ничем не отличается от элитного биогеркулеса, продающегося в красивой коробке с голограммой и десятком стикеров с надписями натурально, без ГМО, без усилителей вкуса и так далее. Продавая тебе упаковку яиц с надписью Омега-3 в полтора-два раза дороже обычных яиц, производитель держит тебя за дурочку. Ведь Омега-3 жирные кислоты есть вообще во всех яйцах. И надпись на упаковке на их содержание никак не влияет. Может быть и другое. Например, наслушавшись страшилок про холестерин, ты начинаешь ежедневно употреблять авокадо, в больших количествах пить льняное масло натощак, чтобы его снизить. Но, увы, ничего не получится. Около 80% холестерина наш организм производит сам при помощи печени и кишечника. И только около 20% поступает с пищей. К тому же, в пищевом холестерине нет ничего ужасного. Это не тот холестерин, который откладывается в виде бляшек в артериях, сосудах, и становится причиной инфарктов и инсультов. В авокадо и льняном масле, конечно же, тоже нет ничего ужасного. Но их надо есть только тогда, когда ты хочешь их есть, потому что тебе вкусно. И все. И если ты хочешь жить долго и счастливо, тебе следует задумываться, прежде всего, не о здоровом питании, а о здоровом отношении к своему питанию. О том, насколько навязчивы твои мысли о еде и обо всем, что с ней связано. О том, насколько высоко ты ставишь еду на пьедестал почета в своей жизни. И о том, снижают ли качество твоей жизни твое ощущение счастья от каждого прожитого дня навязчивые мысли о еде. Если снижают, это уже достаточный повод, чтобы начать что-то менять. И примером для тебя в этом аспекте могут послужить, ну, например, дикие животные, которые уж точно не подвержены влиянию пищевого маркетинга. Кстати, вот уж кто точно питается натуральными продуктами, да? Знаешь, горные лани не думают о том, на северном или на южном склоне холма растет та трава, которую они едят. А антилопы гнуй из африканской саванны не считают, сколько пищевых волокон содержит листва вон того кустарника. Львиные прайды не выбирают только тех антилоп, которых растили под звуки вальцев и аганна штрауса и которым дважды в день делали массаж, чтобы их мясо было благороднее. Как говорил герой Мэтью МакКонахи в фильме Джентльмены, когда лев голоден, он ест. И все. Это действительно так. Вот так просто. Так же должно быть и у тебя. Ты ешь, когда хочешь есть и останавливаешься, когда наедаешься. И знаешь, что если у тебя нет каких-то редких заболеваний, проявляющихся специфическими симптомами в виде резких болей в желудочно-кишечном тракте, приступов диареи, кожных высыпаний и других признаков явных аллергических реакций или малябсорбции, то есть нарушения усвоения питательных веществ в тонком кишечнике, то у тебя нет абсолютно никаких причин, никаких причин исключать целые группы продуктов питания из своего рациона. Точно так же, как у тебя нет причин покупать какие-то дорогостоящие, обогащенные чем-то продукты, обещающие тебе молодость, красоту и здоровье. Это так не работает. Для того, чтобы питание не становилось причиной развития различного рода патологий и нежелательных состояний, оно должно быть всего лишь в меру калорийным, сбалансированным по белкам, жирам и углеводам и разнообразным. Все. Больше ничего. Эти белки, жиры и углеводы ты можешь брать в том числе из самых дешевых продуктов питания. Не органик, не био, не экстра спешл, а из самых простых продуктов, лежащих на полках самых обычных продуктовых магазинов, рынков и ярмарок. Ты, конечно, можешь пить только соевое, миндальное и кокосовое молоко, которое стоит в 3-5 раз дороже обычного. Можешь посыпать кашу семенами чия, добавлять в еду масло гхи, пить утром натощак яблоседы в уксус, господи, прости, приправлять каждый прием пищи куркумой или делать смузи со спирулиной и ягодами Годжи, но только в том случае, если ты делаешь это для вкуса, если тебе просто так вкуснее есть. Только по-настоящему физически вкуснее, а не психологически, потому что ты думаешь, что это полезно. Это не полезно. Это просто дорого. Необоснованно, бессмысленно дорого. И не более того. Так что если ты не хочешь быть очередным спонсором тех компаний, которые зарабатывают миллиарды на невежестве людей, впаривая им самые обычные продукты питания во много раз дороже их реальной стоимости, то не забивай свою голову мыслями о якобы здоровом питании и помни о том, что главный источник твоего здоровья это твой светлый разум, лишенный предрассудков и свободный от навязанных маркетинговыми гигантами глупых стереотипов. Ах да, употребление сахара не приводит к инсулинорезистентности. К ней приводит ожирение, а разжиреть можно даже на зеленой гречке с семенами чья. Субтитры создавал DimaTorzok